Тайная доктрина Тайная доктрина И первым таким открытием или откровением для них становится такая простая где-то грустная формулировка, ведь современная западная наука, естествознание не познает истину. Причем об этом не так часто говорится, только из идеологических соображений, а то ваше тоже будут верить студенты. Но Карл Поппер, эпистемолог, философ науки, еще в начале 20 века четко об этом сообщил. Наука не познает истину. Наука – это вопрос о том, как это работает. И современное западное естествознание – это ведь способ управления силами природы для благополучия людей в большей степени. Управление силами природы – почему? Физической природы. Ведь наука – это безличное знание. Безличное знание – и в этом, в общем-то, главное достижение западной цивилизации. Но безличность науки достигается только за счет того, что наука познает только то, что видимо и измеримо. И только то, что видимо и измеримо. А все остальное отдается на откуп христианству. А христианство, будучи прекрасным великим учением в своем начале, в современности устарело. И что же получается? В высших учебных заведениях студенты получают знания, конечно, но знания о части бытия, о видимой и измеримой природе. И, конечно, дисциплинарная практика, о чем пишут современные философы, особенно французские, постмодернизм, теории власти. Ведь высшее учебное заведение – это дисциплинарные практики. Мы учимся просто сидеть, писать, записывать и повторять слова. Иногда у вас студенты спрашивают, ну как же так? 150 лет назад, например, люди ходили в церковь и просто стояли в церкви. Неужели они не понимали, что это всего лишь какие-то действия? Ведь спасение, наверное, зависит от каких-то внутренних духовных усилий. Я говорю, ну а вот вы сейчас приходите в высшее учебное заведение, что происходит? Вы читаете учебники, переписываете их. Вы что, познаете истину? Нет. Ну как же так? А где же истина? А где истина? Истина, скорее, все-таки в синтезе. Потому что естествознание, не одухотворенное сердцем, естествознание без философии и какого-то духовного подвига, оно не даст истину. Ведь естествознание – это иллюзия власти. Благодаря физике мы имеем власть над силами природы. И вот эта иллюзия власти дает нам ощущение, что якобы, естественно, научный дискурс, дискурс физики, он все объясняет. Но это иллюзия. Что есть истина? Истина – это синтез. И синтез сердца. Еще один очень важный момент. Новое время, с того времени, 300 лет назад, когда начинается, собственно, научная эпоха, современная, которая сейчас продолжается, это момент такого перехода, когда в познании не нужно познавать себя. Ведь современный ученый, он просто работает интеллектом. Сердце не нужно. Не нужно меняться сущностно для того, чтобы что-то новое узнать. И вот эта иллюзия якобы познания мира без философии, без религии, она приводит к тому, что мы можем создать общество потребления и получать от жизни удовольствие. К чему это приведет в итоге? Это вопрос. Ну и в итоге, когда меня студенты спрашивают, ну а как же так, что же мы теперь, современную науку просто отбросим? Нет, не получится. Не получится просто отбросить современное знание. Его нужно переосмыслить. А, например, тайная доктрина Блаватской, и я обычно сообщаю об этом в тексте, разумеется, факультативно могу рассказать, о чем там. Это альтернативная возможность. Человечеству дана альтернативная возможность изучать, познавать истину каким-то еще путем. При этом ведь Блаватская дала себе труд, это колоссальный труд, она же не просто опубликовала станции книги Дзиан, она дала себе колоссальный труд, который занял годы для того, чтобы пересмотреть философскую эзотерическую традицию в свете станции Дзиан. Чтобы это знание показать не просто как несколько слов, а всю традицию духовную, философскую, эзотерическую переработать, переосмыслить. И я очень рад, что существует, мы собрались на этот конгресс для того, чтобы обсудить те пути, те возможные пути переосмысления, преодоления вот этой традиционности научной, этой иллюзии якобы познания мира. Познание мира возможно только в синтезе разума и сердца, в синтезе науки, религий и философии. Спасибо. Огромное спасибо. Благодарим вас. Продолжение следует...